Какая красота! Я беру всё! Я перезвоню, опять она за своё, кто бы сомневался. Вау! Чёрт, туфли мои! Драгоценностей много не бывает. Да, Жаклин привыкла ни в чём себе не отказывать. Да разве можно сказать нет элитным парфюмам? Они восхитительны. Беру. Элис тоже любит дорогие вещи, но в отличие от своей сестры, она знает им цену. Консультант, к вашим услугам. Я хочу все украшения с бриллиантами, которые у вас есть. Всё, что пожелаете. А эти каблучки подчеркнут мой статус. Что? Сколько можно тратить мои деньги? Стоять! Я забираю у тебя золотую карту. Никаких покупок, понятно? То есть, продавцом месяца я не стану. Жаль. Тебе жалко, что ли? Браслеты, ожерелья, духи, одежда. Это всё уже некуда складывать. С самого детства ты только то и делаешь, что тратишь деньги, которые оставили нам наши родители. Кажется, ей нравится, как шуршат купюры. Крис, вообще-то ты ещё пятно пропустил. Уже исправляюсь, мисс. Теперь же я глава семейной компании. И я зарабатываю нам на жизнь. Я думала, что стараюсь ради нашего блага. Но ты выросла. И теперь я вижу, что деньги тебя испортили. А вот и мой маленький золотой пуфик для ног. Спасибо, мальчики. И она называет его маленьким. Крис. Я вижу на туфле пылинку. Я вас понял, как я устал. Достаточно, как скажете, мисс. Так что, хватит жить за мой счёт. С этого момента ты учишься зарабатывать сама. Что? Ты же не серьёзно? Моё дизайнерское платье. Но, Элис, сама виновата. Сестрёнка, пожалуйста, не надо. Извините, мисс. Я вынужден попросить вас уйти. Ох уж эти семейные разборки. Итак, я осталась без финансовой поддержки сестры-миллионерши. И это все деньги, которые у меня есть. Что же делать? Кажется, есть идея. Напишу ей СМС от имени грабителей. Будто меня похитили и требуют выкуп в 100 тысяч долларов. Отправлена. Хи-хи-хи. Хм, сообщение. Ну да, грабители, так я и поверила. Сейчас я ей устрою похищение. В жизни такой мелочи в руках не держала. Элис идёт сюда. Она не должна меня увидеть. Прятаться в шкафу? Ей что, пять лет? Жаклин, ты правда думала, я тебе поверю? Да и вообще нашла, где спрятаться. Я не всё продумала. Как тебе не стыдно? Ну а что ты хотела? Я не могу без денег. У меня осталась всего пара купюр. Теперь и их у тебя нет. Хочешь денег, иди работай. За что она так со мной? Это жестоко. Похоже, Жаклин будет трудно перевоспитать. Хм, закончился. Ну, где они там? Наконец-то, парни. Я хочу стакан апельсинового фреша. Вы нам больше не платите. Мы увольняемся. Стойте, у меня есть план. У Элис есть сейф. Если вы поможете мне его украсть, содержимое поделим пополам. Да? Ха-ха-ха, мы в деле. Когда начинаем? Отлично. Сестра ещё пожалеет, что оставила меня без средств. Это план нашего дома. Ходим здесь, а в этой комнате наша цель. Мисс Жаклин, мы вас не подведём. Обещаем. Совсем скоро содержимое сейфа будет нашим. А теперь продумаем пути отхода. Итак, да начнётся операция по захвату сейфа. Вперёд, парни. Мисс Жаклин, идите за мной. Ребята, помните. Главное, чтобы нас никто не услышал. Упс, это не я. Хвоста нет? Нет, всё чисто. Это хорошо. Святые фрикадельки, Марк, ты издеваешься, что ли? Я просто слишком сильно вошёл в образ. Отойдите. Я первая пойду. Так-так, замок обычный. Здесь мне нужна моя брошь. Моя последняя частичка былой жизни. Не подведи. Время на исходе, мисс. Поторопитесь. Открыла. Прекрасно. Вперёд. Мы почти у цели. Хе-хе-хе. Мы внутри. Где сейф? Вижу. Нет-нет, стоять. Это ещё не всё. В смысле? Элис не оставила бы сейф без защиты. Пудра? И как пудра должна нам помочь? Сейчас увидите. Лазерная сигнализация. Именно. И нам нужно через неё пройти. Даже не думайте. Вперёд. Не бойтесь. У нас всё получится. Аккуратнее. Вот он мой хороший. И да, я знаю пароль, сестричка. О нет, Марк. Ой-ой. Выключись, лучик. Бежим. Стойте. Куда вы? Всё пропало. Знала, что нужно было идти на дело окной. Кажется, Элис была готова к таким событиям. План Жаклин провалился. Мда, это была последняя капля. Вломиться в мой кабинет и пытаться меня ограбить. С меня хватит. Поздравляю. Ты здесь больше не живёшь. Что? Элис? Нет. А всё так хорошо шло. Миллионерша умнее, чем мы думали. Нам нужен новый план. Знаю. Знаю. Элис постоянно участвует в благотворительных акциях. Мы придумаем свою и попросим её пожертвовать деньги. Отличная идея. Скажем, это будет акция по спасению животных. Готовьтесь. Элис. Симпатичная яхта. Что ещё? У меня же онлайн-шоппинг. Оу. Приглашение на благотворительный вечер. Да, нужно сходить. Подготовка к следующей попытке завладеть деньгами Элис в полном разгаре. С такой маскировкой у ребят есть все шансы на её удачное завершение. Или нет? Ну, а по крайней мере, просто так сдаваться они точно не намерены. Перед моим шармом Элис Фостер точно не устоит и пожертвует не одну тысячу. Денежки будут наши. Добро пожаловать на наш благотворительный вечер. Не скупитесь, жертвуйте на благо бедных зверушек. О, я так люблю животных. Так, похоже, пока план работает прекрасно. Всё идёт как по маслу. На этот раз точно всё получится. Тише, Элис, здесь. Добрый день, я пришла по адресу. Надеюсь, миллиона хватит. Ох, какая щедрость. И всё-таки здесь что-то не так. Знаете, я бы хотела взглянуть на зверушек. Никак нельзя. Страус? Кто? У вас нет никаких животных. Вы всё не так поняли. Мошенники? Мой чек. Погодите-ка. Не надо. Жаклин, какой досадный поворот событий. Ну, нам пора. Долго ты будешь пытаться заполучить деньги обманом? Ничего у тебя не выйдет. Парни, похоже, выбора нет. Ну, должна же она в конце концов одуматься. Надеюсь, сработает. Интересно, как вообще ищут работу? О, объявление. Попробуем. Цифры неплохие, но нужно лучше. Ой, извините, извините, я не хотела. Да ты даже воду принести не можешь. Вон из моего ресторана. Первый вариант так себе. Придётся попробовать ещё. Никогда не думала, что буду работать сантехником. Да, да, сейчас всё будет. Вода больше не течёт. Ой, да, теперь она бьёт струёй. Что ж, вряд ли эта работа подходит. Жаклин, вы на выход, немедленно. В этот раз мне должно повезти. Теперь я официально работник офиса. Служба поддержки Трум Интернет. Денежки. Нет, так нормально заработать точно не получится. Ну что, попытка номер четыре. А что, тут неплохо. Приступим к работе. Итак, поехали. Ну же, давай, почему это так сложно? Нет, этот вариант тоже не для меня. Была не была. И как киберспортсмены могут постоянно находиться в таком напряжении? Ну почему нет? Привет все, кто меня смотрит. Сейчас я расскажу вам, как правильно ухаживать за своей кожей. Карьеру блогера мне не построить. Ну и денёк. Ой, а это что? Кажется, я догадываюсь. Да, я смогу. Жаклин, похоже, совсем отчаялась, раз уж даже согласилась сыграть. Время пошло. Фигурка не очень сложная. Но всё же нужно поторопиться. Эти двое здесь. Фокус, фокус. А я мог бы быть фокусником. Это же Жаклин. Но уж нет, этим предателям я выигрыш точно не уступлю. Ого, она шустрая. Давай же. Я не хочу проиграть. Ничего не выходит. Ещё немного. Есть. Ага, я победила. Деньги мои. Йопа. Как она это сделала? Все старания зря. Я чуть язык не стёр. Пока-пока. Поздравляем. Вы победили в игре в Кальмара. Я снова богата. Ура. Так-так-так. А вот и наша победительница. Элис. Что ж, поздравляю. Все эти деньги теперь твои, Жаклин. Я всегда за тобой присматривала, сестрёнка. Я болела за каждую твою попытку освоить профессию. Найти постоянную работу, построить успешную карьеру. Ты так старалась. И я это видела. Я бы никогда не оставила тебя в беде. Но тебе нужен был этот урок. Это было неприятно. Но ты смогла доказать, что можешь сама заработать себе на жизнь. И сделать это честно. Мир? Конечно. Понравился ролик? Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Мы вас любим. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok